привет дорогие друзья привет дорогие подписчики продолжаем так сказать наше обучение было да у нас коротенькая серия такая по ножам и я решил продолжить эту серию только теперь уже когда мы ножи изучали как резать изучали более-менее да я вам показывал вот сейчас я решил сделать так шинковка начнем изучать шинковку шинковка капусты на примере капусты и тут же мы научившись шинковать в итоге получим готовое блюдо вкусный хороший легенький салатик сейчас лето хорошо ноги худеют если тоже будет в тему так что давайте поедем по капусте у меня даже вот прям я не брал ничего на никаких новых капуст ничего вот есть у меня кусочек капустки вот на его примере сейчас и поработаем все будет наглядно все будет хорошо помимо обучения шинковки вы увидите что как можно буквально из двух ингредиентов сделать вкусное блюдо это все тоже да как умение готовить умение взять то что у вас есть и сделать из него еду значит капусту но можно по-разному шинковать я сейчас покажу быстрый способ при котором можно получить хорошую соломку если вас целый качан соответственно разве разрежьте пополам вот когда работаем с капусты когда мы надо шинковать от кочерыжки лучше убирать поэтому мы сейчас вот она кочерыжка думаю видно всем хорошо я просто делаю ножом такие вот надрезы и выламываю вижу вот еще осталось я еще отрежу там и так далее то есть вот так мы поступаем вот то что почему туда большой нож да вот он смотрите как он хорошо он всю капусту будет перекрывать можно и этот он тоже в общем будет справляться вполне вполне будет справляться но я часто порежу и тему другим важно значит как нарезать нарезка должна быть тонкая нарезка должна быть соломкой и сделать нам на мой взгляд это проще всего она же вот она листья да и мы будем постепенно срезать просто ножом мы берем нож и делаем вот так ведь как просто вот она пошла соломка мы каждым движением срезаем соломку только песен мы будем делать вот так соломка будет длинная а если мы хотим сделать соломку чуть поменьше я просто все время меняю угол видите раз то есть срезается вот сейчас вот эта часть они вся раз раз вот тоже не старайтесь особенно быстро это делать потому что поначалу если так будете делать первый раз вы будете делать соломку вот такую толстую вы будете много забирать просто с ней привычки поэтому чем вы будете резать медленнее тем вы будете уверен я тут я возьму такой нож который скорее всего у вас уже есть вы его наверно приобрели вот и вот вот если нож маленький не хватает до уменьшите просто разрежьте еще на четвертинки и вот вот так вот мы срезаем значит почему для салата но если мы порежем вот скажем вот мы возьмем так лист капустный я возьму лист можно же порезать ее там шашечками как нарезать то вот так вот мы берем лист делаем заранее размер какой мы хотим наших шашечек такой прямоугольник вот и потом да хотите квадратики хотите там прямоугольники и так далее то есть это в принципе любая нарезка это конструктор как вы как в детстве мы до вырезали ножницами из бумаги там эти как как аппликации по-моему называются вот тоже самое вот ну просто если вы сделать вот так это на мой взгляд будет не очень удобно есть это ну как-то это это для щей вот хорошо там посолить ее хорошо вот но это тоже отдельно там вот а так вот эту соломочку смотрите какая хорошая и это главное вот этот качан можно уходить так это я не знаю там за за пару минут уже когда у вас рука набита там и пошел и пошел и вот какая как станок вот так вот пробуйте собственно вот первый урок по нарезке у нас будет вот такой а теперь смотрите займемся салатом что нам нужно для этого капустный салат метод заготовленная мисочка я сейчас сюда это все дело сброшу как раз мне на порцию хватит и здорово будет сюда помидорку порезать прям шикарно я помидорку порежу сюда кубиком хочу ее порезать поэтому я сейчас сделаю вот так от помидора вот этот папочку я коп уберу ну и такой произвольный да у меня то есть что-то вот типа этого сейчас за одно кстати мы посмотрим вот помидорка вот я возьму вот этот вот нож и посмотрю хорошо он режет ну в общем хорошо режет но в принципе его можно тут же взять помните про заточку недавно смотрели видео вода как я делал как править ножи и тут же я прям его прям раз вот я чувствую вот вот здесь упирается он значит немножечко уже сбился угол вот подправили это дело вытерли сейчас посмотрим сейчас должен да он сразу сразу стал легче резать вот и все вот так вот у нас нарезка готовка идет вот таким вот образом начать вот не забываем убирать штуки вот и все пальцы помним да держим так чтобы нож вот об готова и вот друзья собственно это все наши ингредиенты капуста и помидор вот теперь вот теперь друзья да что такое кулинарии как научиться готовить у нас был минимум ингредиентов то что у нас было это капуста помидор мы порезали капусту меленькая и будет удобно есть это красиво хрусткости мы взяли помидор и теперь мы приправами будем доводить это до вкуса какие приправы например я сюда сейчас дам подсолнечное масло можно ароматного подсолнечного масла дать я знаю что тимьян хорошо любит капуста тимьян можно тимьяна дать а помидоры любят базилик свежий базилик сухой базилик по приправам еще я сниму видео тоже дам такой набор главный чтобы у вас был вот все просто я дам базилика дам немножко тимьяна масло соль и чуть-чуть сахарку от соль сахар усилители вкуса естественные вот и все и все на этом салат постоит минут 10 и будет очень вкусным серьезно до ароматное масло осталось его правда тут собственно вот я его все сюда и израсходовал поэтому сейчас будем добавлять обычным маслом пошла соль вот она друзья сонька то просит зайти то просит выйти выходи мешаешь съемки так друзья базилик отлично для помидор просто запоминайте вот тоже как ты знаешь вот я тоже самое где-то это вычитал когда попробовал сейчас просто пробуешь смотришь знаешь и тимьян для капусты хорошо вот но немножко тимьяна немножко и я беру две вилочки друзья чтобы не мять помидоры вот капусту можно было промять я честно говоря забыл то есть когда я положил капусту и еще не начал нарезать помидоров тогда капусту можно было посолить помять руками она бы немножечко так пропиталась тоже как как вот вариант улучшения такой вот но так вот и так соли я дал да да сахар забыл сахар от кто-то на сейчас сидит думает а сахар он даст сказал же про сахар и забыл вот сейчас вот так вот мы чуть-чуть чуть-чуть совсем многие боятся добавлять я кстати в свое время тоже боялся сахар добавлять как-то странно сахар как-то это было для меня вот а здорово действительно здорово работает даже в супы вот так вот мы перемешаем взбодрим вот помидорчиков можно было положить чуть побольше но тем не менее все тоже очень хорошо посмотрите он какой но шикарно выглядит красиво реально вкусно и очень просто так что вот друзья такой небольшой урок по нарезке капусты соломкой быстрая нарезка эффективная вкусная я думаю что после этого салата вы если еще этого не сделали обязательно нажмете колокольчик чтобы все уведомления от меня получать подпишитесь если вы это смотрите первый раз зашли по запросу как шинковать капусту здесь на канале мы учимся готовить с нуля вот и уже начинаем делать всякие вкусняшки ну что ж дорогие подписчики мои до новых видео научились шинковать и делать вкусный вот такой вот салатик до скорых встреч пока